Друзья, приветствую вас еще раз. Как я обещал вам снять видео про этих бани, это есть князь Ворбеляни. Каждая баня имеет свое название, в связи с тем, что они принадлежали разных людей и от их фамилий. И так все время называются в Сырбани. Бани и Ворбеляни. Мини и Ворбеляни. Ворбеляни. Спускаемся в номер, в той номер, где в 1828 году имели Александр Сергеевич Пушкин и Александр Дюма. Это общий дельник коридор, коридор и от них расходятся дверей разных номеров. Эта баня называется Бани Орбеляни. Как я вам рассказал, название бани зависит от того, когда-то кому-то принадлежала эта баня. Вот этот номер, пятый номер, где милились Александр Сергеевич Пушкин и Александр Дюма. Вот такая мозаика. Вот такая атмосфера. Я рано приехал, чтобы здесь номера все бронировали, так что надо успеть зайти, поснять. Сейчас приют посетителей. Сейчас зайдем и посмотрим, где они наслаждались. Вот этот номер. Это прибанник. Как раз при входе. Партрет Пушкина. Как рассказал, это прибанник. Вот где раздевались. Здесь есть комод для белья, туалет и раздевалка. Вот так украшено мозаиками пол. Сейчас заходим вот сюда. Здесь сразу источник, горячая вода. Потрогаем. Сейчас вот так спускаем. О, горячая вода. Градусов 50-60, когда стоит. Вот так, видите, оттуда течет. Потом заходим в зал, где Мекиси, так называемый банщик, помогал поминуться. Это лежаки. Опять из мрамора. Мозаика. В этом номере. Мель искали Александр Сергеевич Пушкин и Александр Дюма. Это номер рассчитан на двоих. Нюкс. Открылся и идет кипяток. Сборка. В этом номере, снять эту процедуру, но здесь, к сожалению, большой концентрация пара и объекты в камере загрязняются. короче невозможно снимать потому я решил утром рано приехали пол шестого и вот решить для вас снять этот видео друзья следующий видео будет про водопад и каньон центре тбилиси подписывайтесь ставьте лайки и дайте комментарии пока пока удачи